Всем доброго времени суток. Я рада всех приветствовать, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео я выполню обзор колоды. Это новинка 2018 года. Называется она Тороночи. Колода мною долгожданная. Очень давно я хотела. Заказала я ее на официальном представительстве Лос Карабео в Турине. Колода, на удивление, пришла очень быстро. В течение 5 дней. Вместо обещанных 6-8 недель. Стоимость колоды составила 21 евро. Сама колода плюс пересылка. То есть это получилось в районе около 30 евро. Но здесь учитывайте тот факт, в какой стране вы проживаете. Соответственно здесь стоимость доставки может для вас варьироваться. Итак, давайте смотреть. Вот такая вот замечательная коробочка. Вообще очень красочное оформление. Кстати, пришла идеально колода. Запаковано, то есть нет нигде никаких повреждений. Все было качественно. Скажем так, и сама посылка упакована. То есть здесь вы видите непосредственно о себе. Да? И непосредственно где-то колода производилась. Колода выпустилась в сентябре 2018 года. Давайте смотреть, что же нас его представляет. Так. Ну вот стандартная коробка. Коробка одна. Смотрите, какая замечательная. Безусловно, на ней отображены арканы. Вот. Просто-просто красота. Не знаю. Но для коллекционеров, любителей она обозначена станет жемчужиной коллекцией. Итак, переходим к самой колоде. Здесь у нас книжечка, буклет. Сейчас мы поговорим немного подробнее. И сама колода. Итак, буклет у нас мультиязычный. Здесь, помимо нескольких языков, в самом конце вы сможете найти русскоязычную версию. То есть кратенькое описание арканов. Сам принцип, по которому создавалась эта колода, да. Что автор хотел внести, какой посыл, что хотел передать. Колода создавалась с Кэрол Энн из Ченнази и художницей Александра Бах. Это, скажем так, вот такая савторская работа. Причем Александра Бах является художницей и графиком, которая работает в стиле фэнтези. И вот эти две милые барышни сделали вот такую уникальную коллекцию, вот такой вот труд. То есть колода действительно очень яркая, очень сочная. Вы сейчас в этом убедитесь. Но касаемо описания, вы видите, все очень кратенько. То есть если вы думаете, здесь получить массу информации, нет. То есть вот идет описание по старшим, по младшим арканам стандартных. И вот у нас в конце кратенький расклад на Таро Ночи. Полиграфия замечательная. Книжечка плотно-добротная. Хороший картон, хорошая полиграфия, качественная бумага. Переходим непосредственно к самой колоде. Итак, колода состоит из 78 карт, плюс две дополнительные. Первая карта, она называется пустая. Вот мы ее называем часто рекламная. Сейчас ее уберу. Здесь у нас изображена аркан императрицы, указанное издательство и, собственно, автор и художница, которая нарисовала эту колоду. Вот такая она замечательная, красивая рубашка. Рубашка двусторонняя, поэтому тем, кто работает на прямых, на перевернутых арканах, это будет непосредственно плюс. Итак, помимо 78 арканов, у нас еще одна дополнительная есть карта. Называется она Ангел Ночи. То есть она, скажем так, является Блиц-картой. Какой бы у вас ни был негативный расклад, когда падает эта карта, весь негатив нивелируется. Знаете, как в старинном упаду Зубин Дакли. Если он падал в раскладе, после него далее расклад не выполняли. То есть она якобы забирает весь негатив, всю негативную информацию и пророчит вам какой-то благоприятный исход. Потому что, как трактуется Ангел Ночи, рассвет не за горами. То есть все ваши проблемы сегодняшнего дня рассеются. Карты, как вы видите, стандартного размера, 70 на 120 мм. Двусторонняя ламинация. Картон достаточно такой плотный. Карты вам прослужат долго. То есть по этому поводу можете не сомневаться. Ну и теперь непосредственно мы с вами приступаем к просмотру колод. Начинаем у нас здесь. У меня так сложены. Старшие арканы здесь падают в конце. А сначала начинаются с младших арканов. Итак, что могу сказать сразу. Колода однозначно не подойдет новичкам. Потому что те, кто не знаком с классикой, здесь будут сложно работать. То есть ту базу информации, которую вы получите в МБК, она будет слишком мала. Туз кубков, как здесь трактуется согласно аркану. Слушай свое сердце, доверяя своим эмоциям. Вот здесь такая замечательная двойка кубков. Это карта двух близнецов. Отражение вашего второго Я. Ну то есть когда вы встречаете вторую половину, это как ваше дополнение. И вы как единое целое. Связанное по судьбе. Видите, какая прелесть, какая красота. Троечка кубков. Карта праздника. Вот сидят милые котики, кролики. Вот четверка кубков. Карта апатии, карта хандры. Это вот уже будет. Видите, в сумерках. Вот пятерка кубков. Карта бури. Ну как говорит карта, понимаете, любая буря проходящая. Шестерка кубков. Здесь тоже это карта ностальгии. Но, понимаете, здесь, ну, по крайней мере, так, непереданные эмоции. Сложно сказать. Понимаете, здесь просто как погружение в какой-то вот мир воспоминаний, мир иллюзий. Вот сама по себе карта семерка кубков. А вот здесь четко говорит об иллюзиях этот аркан. То есть, как вам говорится, не запутайся в мире своих заблуждений. То есть, полная луна очень часто влияет на наши какие-то вот, да, перепады души, перепады нашего настроения. И отображается на наших поступках. Восьмерка кубков. Карта ухода. Но вот здесь уход непонятен. Здесь просто девушка оборачивается назад, дает своим видам понять, что собирается уходить. Но, тем не менее, если вы новичок, вам будет сложно здесь сконцентрироваться, да, и работать с этой колодой. Девяточка кубков. Вот. Как прописано в МБК, то есть, значения здесь идут классические, но, видите, прорисовка-то совсем другая. Вот даже десятка кубков. Карта счастья, карта эйфории, карта благоденствия. Ну, как в классике, это у нас еще карта семьи, но здесь, видите, никакой семьи не изображено. Просто, вы знаете, такое умиротворенное состояние. Паш кубков. Вот, эмоции захлестывают. Рыцарь кубков. Смотрите, какая красота. Ну, с позиции прорисовки, ну, карты замечательные, особенно тем, кто любит готику. Я думаю, вам очень понравится эта колода. Король кубков, смотрите, какой. Туз жезлов. Видите? То есть, вы сами можете своими усилиями открыть любую дверь. Все ключи от нужных знаков находятся у вас. Двойка жезлов. Твойка жезлов. Вот ритуалы пошли в работе. Карта работы, да? Продвижение. Четверка жезлов. Опять же, да, карта стабильности, карта семьи, карта урожая. Ну, здесь, видите, немножечко другая прорисовка, другие значения. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Карта победы. Восьмерка жезлов. Отстаивание своих интересов. Ну, вот, восьмерка жезлов. Карта скорости. Ну, хотя по самой прорисовке, вы видите, да, ну, как бы, не поймешь, да, о чем идет речь. Просто шикарная прорисовка шикарной девушки. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Паж. Рыцарь. Ну, вот, опять же, да, поймете ли вы, что это рыцарь? Нет. То есть, ну, только название вам об этом говорят, об этом подсказывают. Смотрите, какая эффектная королева жезла. Король жезла. Ту спинтакли вообще замечательный. Очень просто. Одна из моих таких любимых карт. Очень такая насыщенная, очень яркая. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверочка. Пятерка. Шестерка пентаклей. Семерка. Ну, вот, восьмерка пентаклей, да. Тут только книга указывает на формат глубокого детального изучения чего-либо. То есть, здесь не показан сам тяжелый труд, либо то, что вы оттачиваете свое мастерство. Девятка пентаклей. Или вот, опять же, десятка пентаклей. Карта семьи. Поэтому, говорю, здесь другая прорисовка, немножечко другие значения. Но, тем не менее, согласно брошюры, то значения соответствуют классике. Вот, королева пентаклей. Смотрите, какая здесь холодная женщина. Король пентаклей. Туз мечей. Поэтому, колода такая, достаточно своеобразная. Но, я думаю, многим из вас она очень понравится. Тройка мечей. Вот, видите, ситуация раненого сердца, да. Так. Вот четверка мечей, замечательная карта. Карта отдыха, карта апатии, либо выжидания момента. То есть, карта бездействия. Время еще не пришло. Пятерка мечей. Борьба с внутренними демонами. Так. Шестерка мечей. Семерка. Восьмерочка мечей. Ну, вот девятка мечей, да, то, что вы закрываетесь своим коконем, прячетесь от своих внутренних страхов. Но, на самом деле, все вот эти вот ваши страхи и переживания, они отражаются в зеркале. То есть, ваша задача, скажем так, просто здесь именить обстановку, и ваши страхи уйдут. Десятка мечей. Смотрите, какая своеобразная. Как утопленица. Паж мечей. Король мечей. Королева мечей. Я здесь, видите, местами берегу удалим. Теперь у нас пошли старшие арканы. Итак, вот у нас шут, наш дурак, нулевой аркан. Карта такой вот непосредственно молоденькой девушки, которая больше похожа на ребенка. Маг. Жрица, смотрите, какая красивая. Императрица. Император. Очень красиво. Жрец. Влюбленные. Очень красивая прорисовка. Но, тем не менее, понимаете, здесь уже как пара тянется друг к другу, но все равно прописана, скажем так, в МБК ситуация выбора. Там тоже есть указание на наличие любовного треугольника. Хотя по самой прорисовке, ну, видите, этой ситуации нет. Поэтому, безусловно, работайте с ней интуитивно. Колесница. Сила. Отшельник. Колесо судьбы. Вот нить судьбы. Вот колесо судьбы. Очень красивая карта. Правосудие. Правосудие. Повешенный. Или повешенная. Как тут правильнее будет сказать. Смерть, смотрите, какая красотка. Безусловно, эта колода не для всех. Она ее больше для опытных практиков. Но, в целом, для любителей готики. Вот дьявол, посмотрите, какой. Но, тем не менее, понимаете, от нее не веет черная либо темная энергетика. Она легкая. В работе она достаточно такая податлива. Вот карта башни. Не чувствуешь себя после него, как выжатый лимон. То есть, нет такого. Звезда, какая красивая. Луна. Видите, все прорисовки отличаются от классики. Солнце. Суд. И теперь переход в новый мир. В иной мир. И заключительная карта. Мир. Полет на Луну называется эта карта. Хотя, опять же, ну, полет на Луну здесь не совсем понятен, да. То есть, достичь цели, улететь в другую миру, улететь на Луну. Как прописано непосредственно в данном буклете. Вот такая вот колода. Очень красивая, очень сочная, очень своеобразная. Что на ней будет хорошо смотреть? Ну, вот на ней я в последнее время смотрела негатив. Негатив очень хорошо показывает, как она проедет себя в работе у вас. Ну, здесь вы уже будете смотреть, исходя из своего опыта, практики и наработок. Вот такой кратенький обзор. Я не вдавалась в детали, не рассказывала подробно под каждому аркану. Это больше с позиции, скажем так, показать вам иллюстрации арканов. И стоит ли вам ее приобретать. Но, я думаю, ценители колоды все-таки обязательно купят себе такой экземпляр. Я вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.